ну что друзья всем привет вы на канале черкасс атланты это очередной выпуск рубрики skills сегодня мы узнаем как принимать шайбу в движении как принимать это делать это быстро без безопасно и эффективно сохранить себя свое здоровье сохранить скорость где-то идет неудобно тяжело принять сегодня мы рассмотрим эффективные методы и антоха нам об этом расскажет я буду катиться просто по правому флангу мы имитируем диагональ либо поперечную передачу слева фланга и там бывают разные варианты даем но практически всю карьеру играл с правого фланга хоккей идет до из зоны обороны в атаку и ты начнешь где-то что-то там тормозить копошиться все уже убегут будет либо сайт либо там силовой прием либо потери да то что точно не нужно поэтому просто рассмотрим варианты когда она идет чуть вперед когда она идет чуть назад с моими передачами конечно будет долго не скататься нормально вложил нет плохого паса есть плохой прием все давай в клюшку в клюшку как будто это ну что-то ненужное а когда ты будешь в игре ты вспомнишь про эту историю потому что когда ты вытягиваешься ты в любом случае опускаешься смотришь вниз как как бы то не ну то есть туда и то есть если там защитник идет на тебя то так как бы будет легче сгруппироваться просто до использовать как подставление подставил за защитника побежал то есть ты будешь вытягиваться на скорее всего у тебя будет улетать если правильно поставишь крюк она тебя скакивать чуть вперед и ты можешь продолжать движение как без потери скорость получается здесь нужно напрягать кисть и ставить крюк то есть как-то параллельно да чтобы душ так поставишь улетит на стопроцентно прям сильно так делать не надо физика да так работает что она тебе просто ударяется идет небольшая отдача но не то что она тебе вылетит вообще вот эта вот штука с приемом в конек она вообще экономит очень сильно время и силы я не помню кто по-моему в сторонте кто-то когда пас также идет конечно это не очень безопасная история но когда идет пас тебе то есть он в касание и хоп через конек ну тоже экономит ну не в касании а прям подставление даже поставили подставил поехал опять же а если ты ее не подставишь и не поедешь то есть ты будешь разворачиваться неизвестно чего безопаснее да то есть ты во первых ты теряешь скорость ты ее принимаешь защитник же подкатывается по твое движение он как бы к тебе и едет разные бывают передачи диагональные как мы говорили да либо какие-то поперечные поэтому ты должен понимать ты просто едешь на своей скорости и здесь получается ты должен поставить ногу тоже ошибка мы когда разбирали это упражнение на тренировках на индивидуальных то есть многие как едут у так так и принимают да то есть она улетает под углом туда то есть ты должен понимать что она должна быть не так ну и не так то есть она должна быть ровно параллельно ударяется тебе в конек и отскакивает в удобную зону если она идет еще чуть дальше то это вот этот элемент с клюшкой сильно не разворачиваешься сюда но чтобы не тормозить есть вариант вот этого рикошета да то есть ты представляешь так и опять же чтобы она пролетела еще на твоей скорости попал тебе опять в эту ногу если она идет вперед то что мы делали да просто расслабляешь руку поставить так чтобы она отскочила и покатилась там на 10 сантиметров вперед идеальное до исполнения потому что если ты поставишь так но это просто вброс принципе тоже как вариант не надо стремиться принимать постоянно шайбы коньком то есть это происходит в моменте некоторые тренируют это специально да как сейчас мы делали а в принципе изначально да это появляется просто ну по надобности то есть там 10 делаешь на тренировке дают тебе назад опять же не бойся попробуй когда ты чувствуешь под собой да в своем пространстве вот в этом это тоже помогает сильно некоторым даешь упражнение это он едет у него просто там улетает шайба каждый шаг то есть он не не чувствует ее вот когда она под тобой она вскакивает тебе в ноги под играл начинают крутиться а тут как бы когда у тебя есть вот эта ориентация в пространстве ты постоянно можешь где-то достать второй пас если вам прям партнер у вас прям уродка и рочи отдает вам прям плохой пас что может дотянуться клюшкой и сделать вот таким движением но это менее безопасно для вас потому что всегда может быть встречный поезд то есть это защитник который может применить силовой прием и все и третий вариант это с одной руки как уже сказал антон вот такие варианты мы сегодня для вас разобрали с приемом шайбы пишите в комментарии какие варианты приема шайбы знаете вы еще или какие бы вы хотели чтобы мы разобрали обязательно пользуйтесь тренируйте это действие там несколько сотен тысяч раз чтобы она доходила до идеала то что хоккей это игра которая состоит как раз из таких вот маленьких маленьких элементов если в каждый элемент точить то будете как конор макдейд все антох спасибо